Здание бывшего кинотеатра «Дружба» отошло в прошлое в 2015 году. Сегодня здесь в форточке заходят голуби, как к себе домой. Козырьки над дверями покрылись растениями. Раньше здесь были выходы из кинотеатра. Люди толпами проходили через эти двери после сеансов. Из фундамента здания также растут деревья. Вместо афиш красуются надписи с приглашением на просмотр черепашек-ниндзя и признание в любви. Но по последним данным, в скором времени это забытое место превратится в центр, объединяющий детей по интересам. Здесь будет технопарк. Юные рязанцы смогут обучаться робототехнике и строить космические аппараты. Разные программы будут предложены для детей на нескольких площадках. Прикладное программирование, промышленный дизайн, информатика, информационная безопасность, микробиология, лазерные технологии. О том, осталось ли в сердцах рязанцев ощущение того, что в этом месте все-таки привычнее было бы наблюдать кинотеатр, мы узнали у самих горожан. Все, как один, объединились в положительном мнении относительно реконструкции здания под технопарк. Детям надо как-то развиваться, тем более это вполне интересная вещь. А кинотеатров у нас полно в Рязани. Я считаю, что технопарк, потому что кинотеатров у нас в Рязани и так уже открылось много, а это что-то новое, и мне кажется, детям будет хорошо. Скорее всего, наверное, для детей учреждение сделать, потому что кинотеатр уже, наверное, он работает, я даже не знаю, сейчас или нет. Кинотеатра сколько там было? Три залов всего, это мало для кинотеатра. Такая большая площадь, только под кинотеатр. Пусть дети развиваются. Для развития им будет полезно. Кинотеатры у нас ведь, их очень много в Рязани, а это у нас нет такого. О том, что в этом месте появится технопарк, стало известно неделю назад. До этого судьба кинотеатра оставалась неизвестной. Планируется, что это место станет научным аналогом Дворца детского творчества, в котором из года в год юные рязанцы получают хорошую спортивную подготовку образовательную базу. Дворец детского творчества популярен среди родителей и детей по нескольким причинам. Большое количество кружков и секций, хорошая материальная база, а также большая площадь самого учреждения. Так и здесь теперь вместо дружбы появится хорошая площадка для развития, обладающая большим выбором направлений деятельности. Среди прочего, дети смогут освоить автомоделирование, маломерное инновационное судостроение, конструирование беспилотных летательных аппаратов, космических аппаратов, а также инженерное конструирование в целом. Все это позволит создать категорию людей, которые в дальнейшем смогут вывести регион на новый уровень, улучшить экономику области. Главной целью проекта является создание опережающей системы подготовки кадров. Кроме того, технопарк должен усилить и интерес детей к инженерным и научным профессиям. Но для того, чтобы это место заблистало, нынешнее здание кинотеатра «Дружба» определенно само должно пройти через ряд инновационных технологий. От ликвидации деревьев из фундамента и скозырьков до реконструкции внутренней части здания и стен. По последним данным, на оборудование и ремонт потребуется порядка 80 миллионов рублей. Запланировано, что преобразование «Дружба» в технопарк будет выполнено благодаря объединению усилий науки, бизнеса и власти. Учредителями технопарка смогут стать региональные органы власти, муниципалитеты, научные и исследовательские организации, бизнес-структуры и предприятия, заинтересованные в подготовке профессиональных специалистов.